О главных новостях краевой столицы и региона прямо сейчас в программе День с толком. В студии Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Егоревском районе люди начали покидать свои дома. Жители уезжают подальше от большого пожара. Невозможное пекло. Аномальная жара продолжает испытывать жители Сибири. Как пережить натиск высоких температур? Запах жены, резины и горячие гонки. Как прошел чемпионат Сибири по дрэк-рейсингу? Жители Егоревского района начали покидать свои дома из-за масштабного пожара. Официальную эвакуацию никто не объявлял, но люди опасаются за свою жизнь. Огонь бушует в 10 километров от населенных пунктов. По сообщению МЧС это считается безопасным расстоянием. Для тужения пожара в Алтайский край из Красноярска экстренно прилетел самолет «Амфибия». Огонь распространяется быстро. К середине дня огнем было охвачено больше 700 гектаров. В тушении задействовано почти 200 пожарных. Обстановку усугубляет жаркая сухая погода. В Егоревском районе пришлось ввести режим ЧАЭС. Также известно, что для всех видов транспорта закрыт участок дороги Змейногорск. Граница с Новосибирской областью. Движение перекрыто из-за лесного пожара, отмечают в Министерстве транспорта. На дороге плохая видимость из-за задымленности. Есть риск, что огонь перебросится на автомобильную трассу. И к другим темам. В Рубцовске почтили память героя России Олега Шипицына, трагически погибшего на СВО. На открытии мемориальной доски в школе, где учился Олег, побывал губернатор Виктор Томенко. Глава региона встретился в Рубцовске с предпринимательницей Галиной Плотниковой, которую можно назвать настоящей патриоткой своего города. Всю жизнь она посвятила развитию Рубцовска. Подробности в сюжете. В школу, где учился герой России Олег Шипицын, пришли его друзья, близкие руководители города и края. Пришли, чтобы почтить память старшего матроса, который в марте 22-го оказался в окружении, отстреливался до последнего патрона, после подпустил врагов ближе и взорвал себя вместе с ними. Олег Александрович погиб. Погиб геройски. Мы все должны и будем обязательно всегда помнить о его подвиге. Глава края уже давно поддерживает общение с мамой. Герои интересуются, какая ей требуется помощь. А на открытие мемориальной доски пришла учительница Олега Шипицына, которая помнит его скромным кореглазым мальчиком, а сейчас им гордится. Он выбрал для себя эту опасную и нужную, и достойную профессию – защищать Родину. Вот такой момент наступил, такой момент наступил, именно вот час испытания, который он выдержал с честью. В Рубцовске имя героя увековечили не только памятной доской. Теперь Олег Шипицын смотрит своими карими глазами на соотечественников с фасада дома, где когда-то жил вместе с супругой. Авторы Мурала, барнаульские художники Виталий Гутыра и Николай Замятин. Многие люди прям останавливались, ждали, когда я с вышки, я спущусь, и убежали руки. Кто-то действительно знаком был с Олегом, подходили друзья, ударили его с работы с его, проходили, много чего интересного рассказывали. Рассказывать об участниках СВО, героях городов и районов нужно и в школах, уверен губернатор. Тем более сейчас есть специальный урок, разговоры о важном. Есть там компоненты региональные. Я думаю, что такие истории, судьбы и героизм людей, как Олег Шипицын, они обязательно должны попасть. Я такое поручение дам, мы постараемся это туда включить. В Рубцовске губернатор пообщался и с настоящей патриоткой города, которая в свое время по просьбе отца, почетного гражданина, осталась жить и развивать Рубцовска. Теперь она крупный городской предприниматель. Я очень люблю свой город. Вы понимаете, я действительно искренне люблю, и я хочу, чтобы он процветал, чтобы у нас в городе было хорошо, чтобы мы здесь очень комфортно. Губернатор пообещал поддержку и жителям, и предпринимателям Рубцовска, и поделился, что скоро в городе появится газ, чтобы инвесторы смогли осваивать здесь новые площадки. Газ в Рубцовске будет. Мы с «Газпромом» сейчас работаем. Значит, газ пойдет, конечно, от Ребрихи, и не только в Рубцовск, пойдет газ и влитые населенные пункты. Губернатор также пообещал предпринимательнице, что скоро вернется в Рубцовск и займется актуальными городскими проблемами, и в первую очередь дорогами. Татьяна Голубева, День с толком. Аномальная жара продолжает испытывать на прочность жителей Алтайского края. Сегодня температура воздуха повышалась до 40 градусов. Некоторые жители региона уже попали в больницу с солнечным ударом. Как пережить жару, пыталась выяснить наша съемочная группа. Ну и что даже литра не нальете? Ну пить-то. Уж постарайтесь, чтобы от жажды тут не померли. За бортом почти 40 градусов. Продавец пытается наклонить бочку, чтобы вылить остатки живительного кваса. 450 литров привозят с утра к 8 часам. Проходит больше 100 людей. Очень жарко. Это сейчас получается время полчетвертого. Все, 450 литров уже. Больше нету, все. В аномальную жару, которая держится уже больше недели, жители города спасаются как могут. Вот лимонадом. Ну, водка, жарко. Пиво. Его столько не выпьешь. Сколько жары. Ну, от лимонадом только что. Мороженое. Ну вот, беру потихоньку в магазине, чуть-чуть наценку делаю и людям помогаю. Так хожу, спрашиваю. Ну и сама тоже ем. Тихо сходим с ума под зонтами. Как-то прячемся. Ну, вода. Все. Все спасение. Котички с собой берем, да и забыла сейчас. Шляпку носим. Не ворчим на жизнь. Говорим, слава богу. И говорим, господи, да дай дай еще. Ломаются автобусы, выходят из строя и люди. Вот такой бештанный охранник был замечен на улице Пионеров. И все же в жару лучше одеться. Но сделать это правильно. Желательно в хлопок. И даже с головным убором на палящем солнце не стоит находиться больше 40 минут. В Барнауле уже есть пострадавшие от солнечного удара. Если у нас средняя температура июня 23-24 градуса, то для нас, мы уже привыкли, мы в этой температуре хорошо живем. Все, что выше 27, это для нас уже не хорошо. И, конечно, 37-36 градусов. Это испытание. Это в первую очередь испытание для нашей сердечно-сосудистой системы. Отметим, что сладкие напитки и мороженое все же не лучшее решение в жару, как и тяжелые продукты. Лето – это у нас время года теплое. Организм не испытывает большой потребности в том, чтобы согреваться дополнительно и тратить на это огромное количество энергии. Поэтому в целом калорийность рациона может снижаться. И вообще есть смысл делать упор на такие более легкие блюда, овощные блюда, не злоупотреблять жирными продуктами, для того, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Кстати, эксперты говорят, что жара – не повод отказываться от физической активности. Важно следить за пульсом, соблюдать водно-солевой баланс и не выходить за рамки своего здоровья. С 5.30 до 8.30 утра – наиболее подходящее время для тренировок на выносливость. А с 18.30 до 20.30 – лучший вариант для силовых занятий. Воздержаться от аэрозолей и антиперспирантов, нарушающих кожное дыхание. А вот натуральные эфирные масла освежают и тело, и настроение. Отказываться от дезодорантов или нет – это, конечно, ваше дело. С завтрашнего дня синоптики обещают дожди и грозы. Жара до плюс 38 градусов пока сохраняется. Зато в субботу ожидается спад температуры. И, судя по прогнозу погоды, на следующую неделю будет сносно. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители Барнаула все чаще сообщают о найденных птенцах. Недавно в лесу из гнезда выпал совенок, которого благополучно туда вернули. А в центре города люди нашли птенцов-вороны. В пригороде Барнаула подобрали птенцов-воробья. Можно ли подбирать малышей птиц? Чем их нужно кормить, чтобы они выжили? И как помочь пернатым в жару, выясняли наши корреспонденты. Вот они, два кропоша. Едят через каждые 15 минут. Едят, пиликают. Барнаульская семья летом уже не в первый раз находит едва появившихся на свет птенцов. Чтобы не оставлять воробушков на произвол судьбы, девчонки и их мамы стараются помочь. Изучив интернет, готовят пищу и кормят малышей. Зоологи и ветеринары рассказывают, подбирать таких птенцов или нет, каждый решает самостоятельно. Но забот с ними много. Готовить свежую мешанку, искать насекомых и кормить птенцов нужно часто. Большинство, так скажем, те, которые нам звонят, люди, в основном подбирают уже слезков, чего делать вообще нельзя. Это молодые птицы, которые покинули гнездо. Люди замечают в парке, на асфальте. Я не считаю, что птенец выпал из гнезда, и срочно надо его забрать и помочь ему. Нет, этого делать нельзя, родители его не бросят. Они продолжают его кормить. Максимум, что можно сделать, взять его, либо отпугнуть в ближайшие кусты, там в траву куда-то, либо отнести в ближайший куст, посадить, ну, так скажем, от глаз птичника. Процесс покидания гнезда уже подросшими птенцами ветеринар называет естественным биологическим. И вмешиваться в него не нужно. А вот помочь птицам в жару, а они тоже от пекла страдают, кучер рекомендует. Конечно, если есть возможность где-то создать искусственную лужу именно для питья птиц, это было бы очень хорошо. Птицы и сами о себе заботятся. Мелкие городские обычно собираются у воды, чаще всего у фонтанов. Там им комфортно. А что касается птенцов-воробушков, которых нашли девочки, то интернет полон советов по тому, чем таких кормить. И к советам стоит прислушаться, отмечает ветеринар. Возможно, их удастся спасти. Надеюсь, у них все будет хорошо, и мы их сможем поставить на ноги. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Получить первый трудовой опыт и заработок каждое лето стремится более 10 тысяч алтайских подростков. В рамках акции «Пятая трудовая четверть» школьникам выпадает отличный шанс попробовать себя в той или иной профессии. Потрудиться в сфере гостиничного бизнеса, общепита и даже на заводе. Что движет школьниками, узнавала Юлия Щепина. Здесь можжевельник растет, надо вокруг него сделать красивую лунку. Понимаете, когда? Каждое утро Вика получает задание от наставника на школьной площадке. Девушка закончила 10 класс и заинтересовалась первой работой. Интересно было, как это все работает. Много кто ходил сюда, много кто работал, да и деньги нужны на свои какие-то карманные расходы. Да и помочь школе, чтобы это все красиво выглядело. Все-таки сами здесь учимся, видим это каждый день, чтобы глаз радовало. В последние годы все больше школьников стремятся устроиться летом на работу. Акция «Пятая трудовая» существует в Алтайском крае уже более 10 лет. Специалисты службы занятости помогают подросткам найти работодателя и трудоустроиться. В силу возраста юным сотрудникам предлагают легкий труд, не причиняющий вреда здоровью. Подметем, поднесем, поливаем цветочки, деревья, где-то, может быть, поможем техничкам. Большинство наших подростков получают такой опыт в бюджетных учреждениях, в школах. Но нам бы хотелось, чтобы работодатели Алтайского края активнее подключались к нашей акции «Пятая трудовая четверть». И мы сегодня призываем работодателей Алтайского края откликнуться, предоставить ребятам такие рабочие места. По словам экспертов, главный фактор, пугающий работодателей принять юных сотрудников, то, что для несовершеннолетних нужно создавать специальный график и условия труда. Однако не все компании воспринимают это негативно. В Барнауле есть производства, где не первый год нанимают школьников. Например, Барнаульский пивоваренный завод, завод механических прессов, Алтайский завод прецизионных изделий, Алтай-Таль. Там в таком временном трудоустройстве подростков видят перспективы. Это необходимая на сегодняшний день работа, потому что сегодня все мы работодатели страдаем от нехватки рабочих кадров, нехватки делаем в этот процесс на этапе взросления молодого поколения. Мы привлекаем, даем возможность им определиться по жизни, показываем, что производство – это какой-то не страшный процесс рабочий, что это современный, что можно зарабатывать, можно развиваться. Хочу поступить либо в АГУ, либо в политехно-химический факультет. Хочу работать на заводе и в будущем стать директором завода. Свой план на жизнь знают не все работающие школьники. Многие участвуют в пятой трудовой, чтобы заработать на свою конкретную цель. И она не всегда должна быть большой. Куплю что-нибудь красивое из бижутерии или что-нибудь из косметики. Я планирую деньги потратить на поездку в горные. Я хочу все электрогитары, у меня акустика. Добавим, что за 12 лет акции «Пятая трудовая» в Алтайском крае работу на лето нашли 130 тысяч подростков возрастом от 14 до 18 лет. Для многих из них первый трудовой опыт приоткрыл двери во взрослую жизнь. Пятая трудовая! Ура! Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Солнцем на ты. На очередной встрече проекта «Время трендов», организованного сайтом Толк и журналом «Автограф», журналисты обсудили с косметологами тренды в бьюти-сфере и косметологии. Одной из главных тем встречи стал вопрос защиты кожи летом. Какие проблемы появляются из-за ультрафиолетовых лучей и как правильно уберечь себя от них, выясняли мои коллеги. Жара в Алтайском крае опасна не только солнечными ударами. Кожа страдает не меньше. Однако увлажнение – не единственный метод сохранить свежесть лица. Об этом рассказали барнаульские косметологи на встрече клуба «Время трендов» с корреспондентами «Толка» и журнал «Автограф». Также это батуринотерапия. То есть она позволяет сохранить кожу более гладко, то есть без заломов, именно мимических заломов. При активной мимике, то есть на солнышке, как правило, хмуримся, морщимся, и это дает, скажем, свои результаты негативные на кожу. Однако морщины – это от них не единственная проблема, проявляющаяся на солнце. Очень много пациентов с пигментом, и как раз они все ко мне приходят почему-то именно в летний период, потому что идет обострение пигментации, и с первым солнцем они начинают проявляться все ярче. Поэтому процедуры, актуальные именно в летний период, это процедуры, направленные на стабилизацию пигментной активности, для того, чтобы она не становилась ярче, для того, чтобы она уменьшалась. Пигментация, по словам косметологов, стала очень распространенной в последнее время. Связано это с ухудшением внутреннего состояния из-за множества вирусных заболеваний. Внешнее воздействие также влияет на ткани, поэтому слой солнцезащитного крема никогда не помешает. Его необходимо наносить каждые 2-3 часа на чистую кожу. Главное – не перестараться. Особенно, как наши клиенты любят пожирнее, потолще, побольше, и где-то купить в южных странах, там, 80, они видят вот эти SPF написанные, и используют у нас, это на самом деле под воздействием солнца, химические элементы, они превращаются в очень достаточно, во вредные радикалы. Другой вариант – прикрывать кожу одеждой. Но и здесь важен баланс, чтобы клеткам было чем дышать. В любом случае, все это индивидуально. Поэтому перед своей защитой и уходом обращайтесь к профессиональным врачам. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Подводные лодки и гражданские корабли покоряли водную гладь пруда Изумрудного парка. Вот только размером эти судна с детскую игрушку. Однако они в точности повторяют свои реальные прототипы. Это ежегодные соревнования посуда модельному спорту среди юных барнаульцев. Ребята сами спроектировали свои корабли и проверили их на прочность. Как прошел большой маленький заплыв, расскажем далее. 11-летний Сережа уже год мастерит корабли. На этих соревнованиях он впервые в роли капитана. Не только корабля, но и всей команды. Я еще пока что никогда не был капитаном. И это очень ответственно на работу, можно сказать. Надо следить за всем, что делают участники команды. А вот это что? Это вьюшка. А вот это вот? Это спасательный плавник. Теоретические зачеты, осмотр кораблей перед заплывом. Военные, подводные, гражданские и радиоуправляемые судна. И все точные копии реальных. Это торпедные бомбы. Это пулеметная пушка, которым всегда защищаются военные. Спасательный плод, если что-то произойдет не так. А также много люков, которые тоже нужны. В этом состязании судомодельного спорта соревновались 25 детей из трех центров доп. образования Барнаула. Они сами проектируют и создают корабли. Из пластика, дерева, стекловолокна, железной проволоки. Это кропотливый труд, рассказывают педагоги, где нужна техническая жилка. Они, физика тут знакомится, с химией, математикой, черчения. Особенно черчения, они же чертежи, делают модель корабля по чертежам. А читать правильно чертеж нужно уметь знать. В школах черчения, какового сейчас нет. У каждого участника было три попытки. В какие ворота судно попало, столько баллов и получило. Главное, чтобы не подвел моторчик. Ветерок, он может увести модель в сторону. Почему сегодня представитель федерации края и сказал, что вам тихо и воды. То есть вода должна быть как зеркальная. Итоги соревнований подведут чуть позже. А пока многие из участников рассказали, что в будущем хотели бы связать свою жизнь с морфлотом или инженерными специальностями. И возможно, такое маленькое увлечение станет большим заплывом в мир интересных профессий. Небольшое, но очень важное изменение в работе парка «Изумрудный». Общественные туалеты парка теперь работают до 22 часов. На час дольше привычного. Желающих прогуляться или позаниматься спортом в «Изумрудном» вечером меньше не становится. Чтобы посетителям было комфортнее проводить время, руководство парка решило продлить время работы уборных. Мы хотели, чтобы люди пользовались все-таки более благоустроенным. Поэтому мы увеличиваем время его работы до 22 часов. Уже у нас в стадии сдачи комплекс визит-центр, где тоже еще три туалета. И мы их сейчас открываем на выходные дни и на крупные мероприятия. Но как только заработает полностью визит-центр, откроется, то, соответственно, еще здесь будут три туалета. И таким образом проблема туалетов в парке будет окончательно решена. Добавим, на постоянной основе визит-центр планируют открыть к середине июня. А пока для самых поздних и экстренных случаев для нуждающихся работает деревянный круглосуточный туалет деревенского типа. Он расположен в районе площадки для выгула собак. И к другим темам. Жженая резина, красная зона, на тахометре и предстартовое напряжение. В Калманском районе на территории аэропорта Панфилова прошел чемпионат Сибири и Алтайского края по дрэк-рейсингу. Его участниками стали 84 гонщика и профессионалы, и любители. Их автомобили изучал Данил Кузнецов. От палящего солнца страдает не только человек, но и машина. Охлаждать радиатор нужно регулярно. Тем более, когда речь идет о дрэк-рейсинге, где главная цель – опередить соперника на прямой дистанции 402 метра, развив максимальную скорость. Хоть где-то эволюция настигла отечественный автопром. Андрей признается, даже в классе для городских автомобилей конкуренция высокая. Поэтому к сибирскому чемпионату и краевым соревнованиям по дрэк-рейсингу готовится серьезно уже пятый сезон. Например, в этот раз ради идеальных стартов тренировал реакцию и перебрал коробку. Однако в квалификации японец все же успел подвести. Поломки в дрэк-рейсинге – дело совершенно нормальное. Тем более, когда речь идет о сильно модифицированных гражданских двигателях, которых здесь большинство. Победитель чемпионата Алтайского края в классе ФСБ Евгений Закревский признается, пришлось даже открыть свое СТО, чтобы чинить машину было проще. Ну, начиналось все просто. Просто угнали в сервис ее. Она там простояла какое-то время. Результаты не увидели. Перегнали в другой сервис. Такая же история. По итогу с горем по балладу собрали. И вот пришли к тому выводу, что надо. Соревновались не только любители, но и прожженные профессионалы. Помимо техники, большую роль в этом классе играет человеческий фактор. Сорвался раньше сигнал светофора – проиграл. Кристина Грахова сюда ехала из Абакана не за тем, чтобы бояться таких монстров, как этот синий скайлайн. Ну, я вот сейчас стараюсь как бы поспокойнее ко всему относиться. Потому что, когда волнуешься – фолькстарт. Фолькстарт – все, ты вылетел. Я вот так сделала один раз, я вылетела, обидно было. Хотя я ехала со слабой машиной. То есть у меня были все шансы как бы в заезде быть первой. А вот видите, допустила ошибку, сама виновата. Все. Кстати, в этот раз появился новый рекорд скорости – 273 км в час. Его на квотере поставил Олег Крохин на Nissan GTR. Побить его попытаются пилоты со всей страны уже 8-9 июля, когда в Панфилово проведут первый в истории края всероссийские соревнования. Для Алтая это новый шаг в развитии дрэг-рейсинга. Данил Кузнецов. День с толком. А на этом у меня все новости уходящего четверга. Для ваших предложений телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Не забывайте о мерах предосторожности в такую жару. Берегите себя и до встречи в эфире. Продолжение следует...